в интенсивной терапии острого повреждения почек. Но что под собой подразумевает термин активная нефропротекция, я понимаю, наверное, есть к нему вопросы, мы подробно в ходе данного доклада обсудим. Но прежде всего я хотел бы остановиться на том, что послужило причиной для выбора именно этой темы. Вы знаете, по долгу службы мне приходится много общаться с заведующими отделения реанимации, с дежурными реаниматологами, отделений разных, отделений интенсивной терапии, хирургического, терапевтического профилей, которых только в военно-медицинской академии, без малого два десятка, и по результатам этого многолетнего общения я позволил себе составить такую строго субъективную шкалу или прогрессию, если хотите, о беспокойности среднестатистического врача-реаниматолога нарушением функций почек у пациента в критическом состоянии. Вы видите, зелёный столбик характеризует отсутствие нарушения функций пока у пациента. И на этой стадии, по мнению большинства из наших коллег, ничего делать не надо, это выглядит логичным, понятно, что нет ОПП, нет проблем, вроде бы как, да, дежурный реаниматолог, мы знаем, и без того очень занятой человек, чтобы ещё заниматься той проблемой, которая, по сути, ещё не существует. Второй этап – это появление умеренных нарушений функций почек, растёт креатинин на данном этапе, возможно, мочевина, возможно, снижается темп диуреза, и здесь уже появляется действительно обеспокоенность врача, которая в основном всё-таки заключается в наличии и отсутствии показаний к проведению заместительной почечной терапии. Иногда на данном этапе применяют, вы знаете, мочегонные средства, самые прогрессивные, пожалуй, из нас пытаются подобрать дозу лекарственных средств с учётом уменьшающегося их клиренса, ну, пожалуй, вот это и всё. И третий этап – уже тяжёлые нарушения функций почек, когда мы начинаем и проводим заместительную почечную терапию, понятно, что внимание здесь доктора полностью приковано к уже, по сути, утраченной функции почек, но в основном актуализация здесь идёт на адекватность её протезирования. К чему я это всё рассказываю, коллеги? Дело в том, что, на мой взгляд, на каждом из этих этапов можно и нужно применять мероприятия, направленные, ну, для первого этапа – на предотвращение развития ОПП, для второго – на купирование прогрессирования, и для третьего этапа – красный столбик – это для скорейшего восстановления функции почек. И вот с учётом этих тезисов, наверное, можно так охарактеризовать активную или интенсивную, можно её и так назвать, нефропротекцию, как комплекс профилактических и лечебных мероприятий медикаментозного и, подчеркну, немедикаментозного характера, направленных на предотвращение развития, прогрессирование острого повреждения почек или обеспечение скорейшего его восстановления. И основная цель активной нефропротекции заключается в максимальном снижении степени неблагоприятного влияния ОПП, потенциального или уже развившегося на клинические исходы лечения пациента в критическом состоянии. Коллеги, для того, чтобы понимать, какие у нас есть инструменты для осуществления активной нефропротекции, мы должны обозначить, конечно, основные факторы повреждения почек, которые мы в той или иной степени могли бы коррегировать. Пожалуй, первая группа причин связана, и, наверное, она основная, ведущая, связана с так называемыми преринальными факторами, к которым относят, вы, думаю, всё это знаете, ну, во-первых, гиповелемия, дегидратация, снижение, острое снижение сердечного выброса и перифидического сосудистого сопротивления. Кроме того, важную роль играют, конечно, многочисленные факторы эндогенной интоксикации, это продукты рапдемиолиза, гемолиза, эффекторы септического процесса и системного воспалительного ответа. Ну и нельзя недооценивать группы причин ядрогенного характера, связанных с назначением нефротоксичных препаратов. Это, прежде всего, антибиотики, аминогликозиды, полимексин, в основном, рентгенконтрастные препараты, нестероидные противовоспалительные средства, ну и некоторые другие медикаменты. Итак, поговорить, собственно, о методах, о принципах активной нефропротекции, я хотел бы на примере двух наиболее распространённых патогенетических вариантов ОПП, которые встречаются у наших пациентов, у пациентов реанимационного профиля, и начать хотел бы с сепсис-сырного ОПП. Патогенез развития ОПП при сепсисе связан, прекрасно нам об этом рассказал Сергей Викторович, с эндогенной интоксикацией, персистирование которой приводит не только к нарушению региональной системной гемодинамики, но и некоторые факторы эндогенной интоксикации при сепсисе, вы знаете, обладают цитотоксическим действием, в том числе могут повреждать эпителий почных канальцев. И вот, собственно, уже переходя непосредственно к принципам гифопротективной терапии, хотел бы прежде всего сказать о том, что эти принципы, они достаточно простые и понятные в общей реаниматологическом смысле, но, тем не менее, вполне эффективны, потому что позволяют, ну если не нивелировать, если не купировать полностью, то, по крайней мере, снизить патогенетический потенциал основных патофизиологических механизмов развития ОПП при сепсисе, да и, в общем-то, вообще при критическом состоянии. И что ещё хотел бы отметить, применяться они должны по отношению ко всем пациентам с сепсисом, тем более септическим шоком, да и вообще ко всем пациентам в критическом состоянии, а не только к тем больным, у которых признаки острого повреждения почек уже имеются. Итак, первая группа этих методов – это нивелирование вот этого самого приринального фактора за счёт поддержания артериального давления, за счёт устранения гиповолемии. Достигается это в большинстве случаев применением инфузионной терапии, при развитии септического шока переходит к использованию симпатомиметических препаратов. Вы знаете, что препаратом выбора в данном случае в основном является норадреналин. И вот обсуждая применение симпатомиметиков, я хотел бы сказать о том, что на практике многие врачи до сих пор применяют так называемые почечные дозы дофамина, хотя рекомендациям не делать этого, не применять этот метод лечения, но уже более 10 лет они были сформулированы в клинических рекомендациях Кайдига в 2012 году, потому что данный вид лечения не улучшает клинических исходов, во-первых, а во-вторых, может приводить к жизнеугрожающим осложнениям в виде нарушений сердечного ритма. И вторая группа мероприятий нефропротективной терапии – это избегание по возможности, конечно, применения нефротоксичных препаратов. Вы знаете, по мере распространения назокомиальных штаммов, полирезистентных штаммов, всё чаще приходится прибегать к использованию антибиотиков резерва, к которым относятся в том числе и аминогликозиды и полимексин, обладающие выраженным нефротоксичным действием, и зачастую их применение является, к сожалению, безальтернативным. И в этой ситуации надо акцентировать внимание на подборе адекватной дозировки, не слишком низкой для того, чтобы всё-таки обеспечить эрадикацию возбудителя, но и не слишком высокой для контроля и недопущения избыточной нефротоксичности. Так что даже в нормальных дозировках, к сожалению, своё нефротоксичное свойство они показывают, демонстрируют. И, наконец, отдельный вопрос – это применение диуретиков. Вы знаете, зачастую у пациентов в реанимации применяют форосимид. Вот есть ли для диуретиков место в составе активной нефропротекции, в составе нефропротективной терапии? Вы знаете, вопрос достаточно сложный, хотя немало исследований проведено на этот счёт, они представлены на ваших экранах. Дело в том, что форосимид, мы начали об этом уже говорить вчера на интерактивной сессии с коллегами, форосимид не увеличивает скорости клубочковой фильтрации. Поэтому, в общем-то, нельзя его в большинстве случаев отнести к нефропротекторам. Своё диуретическое действие он реализует путём снижения реабсорбции натрия и воды, и вот за счёт этого как раз увеличивается темп диуреза. Именно поэтому форосимид не предотвращает применение заместительной почной терапии и не снижает продолжительность периода восстановления функций почек. Кроме того, известно о свойствах форосимида при применении совместно с нефротоксичными препаратами повышать эту самую нефротоксичность. К этому надо относиться внимательно. Поэтому большинство авторов в настоящее время допускает использование форосимида у пациентов при гипергидратации на фоне сохранённого диуреза. В случаях, например, когда пока нет показаний строгих к началу заместительной почной терапии, нет технических возможностей или есть определённые ограничения в виде геморрагических осложнений у пациента. То, что я сказал, не касается применения форосимида у пациентов с миоглобин-индуцированным ОПП. Здесь ситуация несколько другая. Видите, я здесь привожу такую, конечно, комическую по своей сути картинку, но удивительным образом она отражает основные клинические, диагностические, даже патогенические аспекты развития ОПП при рапдомиолизе. Но надо сказать, что ОПП при рапдомиолизе – это, по сути, вторая по распространённости форма острого повреждения почек после сепсоциированного ОПП. И вот видите, переходя к картинке, здесь, в общем-то, всё правильно написано, нарисовано повреждение мышцы, в данном случае стрела. Но понятно, что есть и более типичные факторы, о чём нам вчера рассказывал Алексей Юрьевич. Это синдром длительного сдавления, это тяжёлая механическая травма, электролитные нарушения, интоксикации и так далее. Деструкция миоцитов приводит к высвобождению внутриклеточных факторов. Это миоглобин, креатинфосфокиназа, КФК является маркером рапдомиолиза. Миоглобин вызывает острое повреждение почек и, кроме того, обуславливает вот такое тёмно-бурое окрашивание мочи, характерное для миоглобину рии. И вот если говорить более предметно о патогенезе острого повреждения почек при рапдомиолизе, да, действительно, миоглобин является основным фактором эндогенной интоксикации в данной ситуации. Он вызывает ренальную вазоконстрикцию, легко проникает через гламирулярную мембрану, при этом в условиях внутриканальцевого ацидоза происходит осаждение цилиндров миоглобина и блокирование тока мочи. Кроме того, за счёт деградации миоглобина высвобождается свободное железо, которое обладает дополнительным повреждающим воздействием, оказывает дополнительное повреждающее воздействие на эпителии почечных канальцев. Но надо сказать, что большинство современных авторов говорят о том, что не столько миоглобин имия ответственна за развитие ОПП при рапдомиолизе, сколько миоглобин имия на фоне выраженной дегидратации. Дело в том, что большие объёмы жидкости секвестрируются в области повреждённых мышц, приводят неизбежно к дегидратации интерстициального пространства и развитию гиповолемии, которая обуславливает усугубление ренальной вазоконстрикции и, кроме того, увеличение реабсорбции, которая, опять же, создаёт предпосылки для образования внутриканальцевых цилиндров, миоглобина и кристаллов мочевой кислоты и прогрессирования ОПП. И вот именно исходя из этих тезисов, надо сказать, что мероприятия нефропротекции при рапдомиолизе, они несколько отличаются от мероприятий при сепсосцерном ОПП или других формах почечного повреждения, но и в данном случае основным моментом является нормализация водно-электролитного баланса и, прежде всего, устранение гиповолемии, которая, во-первых, позволяет купировать вот этот самый преренальный компонент, а, во-вторых, является методом нивелирования патогенетической активности миоглобина. Также к этим методам относится коррекция ацидурии, это защелачивание мочи, так называемое, применение гидрокарбоната натрия, внутривенное введение, и устранение канальцевой обструкции и повреждение эпителий в почных канальцев за счёт удаления миоглобина, мочевой кислоты, свободных радикалов путём применения, ну, всё тех же мочегонных препаратов, и вот в данном случае роль мочегонных препаратов, того же форосемида, в схеме нефропротекции, она очевидна. Иногда применяют, и некоторые авторы советуют применять и астматические диуретики, но здесь ситуация несколько более сложная. Вы знаете, что при анурии применение манитола, оно может привести к неблагоприятным последствиям, к жизнеугрожающим даже в виде развития отёка головного мозга, отёка лёгких. Несколько слов хотел бы сказать о необходимости и важности оценки волемического статуса у пациентов в критическом состоянии для адекватной коррекции нарушений волемии. Надо сказать, что мы здесь попадаем в такую своеобразную вилку, когда не доливать пациента нельзя, опять же формируется тот самый приренальный механизм ОПП, гиповолемия, дегидратация, но и переливать опасно. По данным большинства исследований мы знаем, что выраженный положительный гидробаланс является независимым фактором развития неблагоприятного исхода, поэтому я, конечно, вас призываю в полной степени применять те инструменты оценки волемии, которые есть на вашем вооружении. Дмитрий Васильевич вчера говорил об этом подробно. Самые простые из них – это измерение центрального венозного давления, измерение диаметра нижней полой вены, возможно, транспульмональная термодилюция, если у вас такая есть возможность, ну и некоторые другие методы. Мы уже несколько слов сказали о необходимости избегать применения у пациентов в критическом состоянии нефротоксичных веществ. Надо сказать, что тут нужно достигнуть какого-то баланса между пользой от применения таких препаратов и потенциальными рисками. Во-первых, если всё-таки решено такой препарат назначать, то предпринять все необходимые действия и необходимые усилия для того, чтобы ограничить его нефротоксичный потенциал. И вот, пожалуй, одним из наиболее распространённых препаратов, который вводится, назначается пациентам выделения реанимации, особенно реанимации хирургического профиля, является группа рентген-контрастных йодосодержащих препаратов. Вы видите на слайде представлены факторы риска развития контраста индуцированной нефропатии. Красным светом отмечены те из них, которые потенциально мы можем коррегировать, на которые мы можем влиять. Это артериальная гипотония, гиповлемия, приём нефротоксичных препаратов, введение большого объёма рентген-контрастного препарата и применение гиперосмолярных рентген-контрастных веществ. Вот если говорить о последнем факторе, действительно надо сказать, что современные рентген-контрастные препараты существенно различаются по уровню осмолярности, и величина этой осмолярности прямо пропорциональна риску развития ОПП. Урографин относится к высокосмолярным веществам. Он в настоящее время, к счастью, всё реже применяется, ну, по крайней мере, для внутрисосудистого введения. В отличие от ОМНИКПАКа и УЛЬТРАВИСТА, которые обладают меньшей осмолярностью и считаются поэтому достаточно безопасными, хотя в случаях, если у пациента уже есть функция почек скомпрометирована, или есть другие факторы риска развития контрастной индуцированной нефропатии, лучше рассмотреть возможность применения изоосмолярных препаратов, это изовистый визипак, изоосмолярными, они называются потому, что, ну, вы видите, их осмолярность близка к осмолярности плазмы крови. Поэтому они максимально безопасны для пациентов, в том числе скомпрометированные функции почек. Так, и вот те мероприятия профилактики контрастной индуцированной нефропатии, которые можно считать элементом активной нефропротекции у пациентов в критическом состоянии. Первое – это адекватный выбор рентген-контрастных препаратов, мы уже говорили, что оптимально применение изоосмолярных средств, обоснованный выбор пути введения, то есть внутривенное введение лучше, чем внутриартериальное, использовать минимально эффективный объем препарата, но минимально эффективный для того, чтобы врач-рентгенолог все-таки мог визуализировать патологический процесс, это постоянно надо коммуницировать с специалистами-рентгенологами на этот счет, гидратация, направленная на поддержание нормоволимии, причем как до проведения исследования, так и после, и отмена по возможности или снижение дозы других нефротоксичных препаратов. Коллеги, и пару слов хотел бы сказать об эффективности тех принципов простых и недорогостоящих. Вы видели, ничего там такого необычного нет, ничего дорогого нет. Принципов нефропротективной терапии, которые мы применяли по отношению к нашим пациентам, представлена на слайде структура распределения тяжести острого повреждения почек у пациентов, которые в течение последних двух лет поступали в отделение реанимации в военно-медицинской академии. В основном это раненые с боевой хирургической травмой, они уже проходили лечение на предыдущих этапах, начиная от передовой медицинской группы, заканчивая эвакуационными госпиталями, и к нам поступали в основном уже в третьей стадии ОПП, вы видите, порядка 80% пациентов имели третью стадию ОПП. И даже в такой сложной ситуации применение этих самых принципов позволило избежать развития наиболее тяжелых форм почечного повреждения, требующих проведения заместительной почечной терапии. Коллеги, мы уже говорили в дебюте доклада, что даже начало проведения заместительной почечной терапии не освобождает нас, во-первых, от необходимости применять те принципы консервативной нефропротекции, которые мы обсудили, и, во-вторых, сама заместительная почечная терапия в общем-то, может являться фактором активной нефропротекции, может потенциально приводить к ускорению восстановления функций почек. Для этого есть, вы знаете, современные массообменные устройства, использование которых призвано не только обеспечить протезирование функций почек, удалить низкомолекулярные факторы эндогенной интоксикации, но и элиминировать среднемолекулярные агенты, которые в определенной степени ответственны за развитие и поддержание ОПП. И вот к таким устройствам современным, которые повышают детоксикационную эффективность ЗПТ у пациентов в критическом состоянии и, возможно, ускоряют восстановление функций почек, сейчас мы на этом остановимся, являются две группы устройств. Это гемофильтры с высокой точкой отсечения инструкционными свойствами мембраны, гемофильтры группы фильтрайзер фирмы Торей и Аксирис фирмы Бакстер. У нас есть позитивный опыт применения обоих из этих диализаторов. Фильтрайзер этими устройствами мы пользуемся в рутинной практике лечения реанимационных пациентов, а по устройствам Аксирис получили неплохой результат при их применении у пациентов с ожоговой травмой и раненых с комбинированными механотермическими повреждениями. Вы знаете, что Бакстер у нас покинул, и пока обходимся без них. Ну и устройства для селективной или полуселективной, как их иногда называют, гемосорбции. Они тоже могут быть включены в контур заместительной почвенной терапии, повышать их детоксикационную эффективность. Это всем вам известный цитосорб, АйЧей-330 фирмы Джафрон и отечественный Эферон. Для всех из этих устройств надо сказать, что в той или иной степени доказана эффективность их применения по удалению широкого спектра среднемолекулярных факторов эндогенной интоксикации. Но для того, чтобы прописать их рутинное применение у пациентов с ОПП в критическом состоянии, конечно, не хватает доказательной базы. И, как вчера говорил Дмитрий Леонидович, большинство исследований всё-таки проведено в отношении цитосорб. Тут надо сказать, что, наверное, представители-производители всё-таки в первую очередь проявили системный подход, создали такую базу данных, на мой взгляд, очень удобная. Есть рубрикация по виду исследований, по клиническим исходам. По основным показаниям я в своей практике пользуюсь, но, может быть, и вам пригодится наверху ссылка. Из этой базы несколько отобрал я исследований, которые посвящены применению цитосорба у пациентов с острым повреждением почек в критическом состоянии. Вы видите, что практически все, не практически, а все из них посвящены лечению больных с септическим шоком. Это неудивительно. Септический шок, пожалуй, самое популярное показание к применению цитосорб. В данном случае устройство применялось в совместной заместительной почечной терапии. Это понятно. Надо сказать, что в большинстве случаев коллеги не ставили себе задачи оценить нефропротективный эффект цитосорба. В основном акцентировались на скорости купирования септического шока и различиях уровней летальности. Но мы знаем, что чем быстрее купировался септический шок, вероятно, тем быстрее восстановится и функция почек. Но надо сказать, что Дмитрий Леонидович вчера об этом говорил, полностью согласен, что не во всех случаях отмечается эффективность цитосорбы. Здесь, наверное, речь прежде всего об отборе пациентов, о выявлении адекватных критериев этого отбора. Наверное, в определенной степени цитосорб – это первый шаг к достижению этой задачи определения адекватных критериев. И, собственно, переходя конкретно к протективным эффектам цитосорба, хочу представить вам исследование, которое опубликовано было в прошлом году немецкими авторами, посвящено применению цитосорба, изучению нефропротективного эффекта цитосорба у больных с тяжелым рапдомиолизом. Вы видите, две группы. В одной применяли подложительную заместительную почечную терапию с цитосорб, ну и вторая, соответственно, контрольная. Для группы цитосорба отмечено достоверное снижение уровня миоглобина в течение двух суток его применения, в отличие от группы контроля. Ну и самое главное – увеличение частоты восстановления функций почек на 30-е сутки. Как среди всех пациентов здесь разница составила 20%, ну и среди выживших различия были еще больше, они достигли практически 40%. Я должен сказать, что подобные исследования и у нас в стране проводятся. Вот Сергей Викторович, в частности, Масолитин, который представил нам недавно свой замечательный доклад, на мой взгляд, знаю, что он имеет несколько публикаций с авторами, которые как раз посвящены в том числе этому вопросу, правильно, Сергей Викторович, применение селективной гемосорбции совместно с заместительной почечной терапией у пациентов с токсическим рапдомиолизом. Имел я счастье участвовать в этом исследовании и знаю, что также были продемонстрированы нефропродективные эффекты цитосорба в группе этих исследований. Коллеги, ну и в качестве выводов основные принципы активной нефропротекции, если, позвольте, я их не буду зачитывать, и так много времени у вас занял, вместо этого благодарю вас за внимание. Спасибо.